Праздник для души У каждого человека есть свои физические немощи в той или иной степени. Апостольские постановления, дублированные каноническими правилами Святых Отец, рассматривают так, что пост должен распространяться на всех христиан, за исключением больных людей. Вот, и поэтому, видите, ну, каков все-таки устав вкушения пищи в течение всего Великого Поста? Да, апостоль называется Великий и Строгий. Вот, то есть устав возбраняет вкушение пищи животного происхождения, то есть то, что сотворено было в шестой день, и то, что было сотворено в пятый день. В шестой день были сотворены животные, а в пятый день были сотворены птицы и рыбы. Вот именно вот эти два дня, как бы они, то есть пища или животные и птицы и рыбы, которые сотворены в эти дни, они, значит, не благословляются для вкушения Великим Постом. Ну, это опять зависит от состояния человека, от физического. Если человек очень, ну, уже пожилой человек, где-то за 90, например, лет, можно же какие-то послабления? Конечно, послабление, конечно, несомненно, то есть то, что поддерживает его жизнь, ведь Пост – это не средство для разрушения физиологии, а средство, наоборот, для созидания физиологии, для того, чтобы здоровый человек ограничил ненужное, лишнее вкушение пищи, сластолюбие или многоедение, а нездоровый человек, наоборот, определил вкушение той пищи, которая потребна для его здоровья. Нужно ли брать благословение для Поста, объяснить это людям? Ну, Церковь предусматривает так, что в день прощенного воскресенья, это перед началом Поста, все собираются в храмы Божьи, православные люди, совершается особый чин прощения. То есть, вспоминаются слова Христа Спасителя, если вы не отпустите друг другу согрешений ваших, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваши. И другое евангельское место. Господь говорит, если ты что-то имеешь против своего брата, и восхочешь принести дар твой к алтарю, пойди прежде, примирись с твоим братом, и потом после примирения приходи и принеси твой дар. Ну, мы рассматриваем Пост, но и молитва – это как средство общения с Богом. Не может непримиренное человеческое сердце во всей полноте общаться с Богом. Не может сердце, отягченное грехами, как стеной закрытое от Бога, раскрыться перед Богом. Поэтому перед Постом обычно и спрашивают друг у друга прощения, и спрашивают благословения или у священника, или у правящего епископа на это величайшее поприще Великого Поста. Поприще – это значит время подвига, это время внутренней мобилизации, и человек все свои внутренние силы, и умственные, и чувственные, и волевые, все направляет на одну точку своего средоточия. То есть внутренне происходит как бы правильное выстраивание всех душевных и духовных сил человека. Давайте немножко отклонимся. Несколько раз смотрим антропологию человека, особенно духовную. Мы часто видим, что у нас происходит некое недоумение, допустим, в таких властных структурах. Допустим, есть Дума, есть это как законодательная власть, а есть исполнительная власть, это администрация. Она как везде структура такая. Но очень часто случается, конечно, в последнее время это все меньше и меньше, но так, что Дума занимается не своими делами, кого-то лоббирует, какие-то интересы продавливает, чьи-то какие-то законы принимает в пользу тех или иных каких-то компаний. Вот это часто случается. То же самое происходит внутри самого человека, потому что общество – это не что иное, как зеркало человеческой души. И в душе человека тоже есть Дума, есть законодатель. Законодателем является совесть человека. Весть, совесть, совещается с кем человек посредством совести? С Богом. И Бог каждую секунду говорит, если спросить совесть, как мне поступить, она тут же ответит. И ответит, исходя из законов небесного человеческого гражданства. Не земного, а небесного. То есть вот связь с небесным гражданством, с небесным законодателем проходит через человеческое сердце, через его совесть. Весть от Бога. Но вот получил человек весть божественную, как нравственно поступать. А здесь у нас еще происходит внутреннее движение человеческого сердца. Но, допустим, могут страсти быть, чувства, желания, наработанные грехи. И вот тогда они начинают как бы отталкивать совесть. Да, я порулю немножко еще в человеке совесть, ты замолчи, а я порулю. И тогда происходит узурпация власти. Грех через наши чувства, через ум, через волю начинает отодвигать совесть на второй план, а иногда на периферию совсем человеческой жизни. И тогда грех начинает владычествовать в человеке. Вот. Нужно сделать так, чтобы совесть была законодателем, а чувства, разум человека и воля были исполнителями нравственных решений человеческой совести. Это становится все на месте. Почему я привел вот именно пример, как бы, думы городской, областной, государственной? Это не что иное, как проекция человеческой личности вовне. В человеке все содержится компактно и имеет связь с Богом. Так же и все общество должно иметь такую же совесть. Что происходит с человеком во время Великого Поста? Во-первых, человек в течение всего Великого Поста, совершая вот этот внутренний подвиг, как бы внутренней интроспекции, анализа всей своей жизни, он приходит обязательно к мысли о том, что нужно очистить свою душу от всякой нечистоты, чтобы облегчилась душа. Каким образом? Только Господь может простить грехи. И Господь прощает грехи. Свидетелем во время прощения грехов является священник. То есть он свидетельствует о том, что человек принес покаяние, и Господь прощает человеку грехи. И тогда человек, внутренне освобожденный уже от этого груза греховного имеет дерзновение к Богу обратиться к своему Отцу, как к старшему. Вот смотрите, Христос называл своих апостолов, не называя вас рабы, но друзья мои. Как только человек становится на путь спасения, он становится другом Божиим. Что такое друг? Другой я. То есть Бог начинает в нем действовать, а он не мешает Богу. То есть грех не становится препятствием между Богом и человеком. То есть человек становится соработником Божиим в деле своего спасения и в деле, ну, сейчас называют реализации божественной воли, в деле совершения божественной воли, сотрудником Божиим становится. Ну, вот, вы помните такое стихотворение, в школе учили пророк Пушкина. Вот, и там есть такое место. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей. Вот что такое пророческое служение и призвание вообще человека, как это же, исполнение божественной воли. Вот вместе человеческая воля должна приблизиться к божественной воле, и тогда человек становится сыном и другом Божиим. Вот, и начало этого движения, как раз, это великий пост, когда человек добросовестно подходит к этому величайшему поприщу. Вы знаете, вот есть, мы сейчас Пушкина вспомнили с вами, в течение Великого Поста во время богослужения в Церкви повторяется молитва, «Господи, и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля и празднословия не дашь тьми, Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему, и Господи Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». У Александра Сергеевича Пушкина вот в этом году 180 лет было со дня его кончины, он переложил эту молитву, и она звучит так по-пушкински, «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем вослетать во области заочны, чтоб укреплять его. Средь дольних бурь и битв придумали множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего, свяжит неведомою силой владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначаля, зми сокрытый сей, и празднослове не дашь душе моей, но дашь мизреть мои, и, о Боже, прегрешение, и брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, и любви, и целомудрия мне в сердце воскреси». Вот именно такое содержательное молитвенное обращение к Богу, она въемлет в себе все, и покаянное состояние человека, и спрашивание изменений человеческой личности, и сознание того, что человек все-таки, хотя и существо, отпавшее от Бога, но Бог нас ради человек и нашего ради спасения пришел в мир, для чего? Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Сыном Божиим, чтобы мог стать Богом по благодати. И вот мы берем основание Великого Поста с подвига Господа нашего Христа Спасителя. Начало его общественного служения началось с Поста. После крещения он удалился в пустыню, и в течение сорока дней ничего не вкушал и ничего не ел. Вот и поэтому подвиг спасения человека начинается с Поста. Пост – это первая ступень в деле личностного человеческого спасения. Обязан ли каждый христианин держать пост и почему? Несомненно, обязан. Потому что, если христианин, то, значит, и должен жить обязательно в тех уставах, в рамках и в положениях церкви. Потому что вне поста, собственно говоря, если человек не больной, и если ему нет каких-либо противопоказаний к посту, ну, это состояние беременности, болезни, детский возраст и тому подобное, то человек обязан поститься. Просто это должно быть его призванием. Пост должен сам по себе быть внутренне желателен. Пост – это некое религиозное призвание человека. Без поста и молитвы нет возможности общения с Богом. Потому что, смотрите, ведь падение, отпадение от Бога первых людей каким образом произошло? Господь определил так, еще в раю древо, которое стоит посреди рая, не вкушайте от него. Вот. И в тот день, когда вы вкусите, смертью умрете. То есть, это источник смерти. Вот. Столб стоит, 380, не вылезай, убьет. Ну, просто утрирован. Вот. И когда произошло искушение первых людей, когда дьявол в виде змеи подполз к Еве и говорит, да, не умрете вы, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот. И восхотела быть богиня она и он. Вкусили от то законоположение Божие, которое он определил, что нельзя вкушать оттуда, потому что смерть войдет в человеческую природу. То есть, вот. Человек не слушает Бога, но это, естественно, отход от Бога. Бог – источник жизни и бытия. Человек сам по себе не самобытен. То есть, мы себе жизнь не можем ни дать, ни продлить, ни увеличить ее. Господь нам дал жизнь, дал разум, чувство, волю, душу, тело. И определилось так, что в отношении каждого человека есть срок свой, бытия его на земле. И за это время, кратенькое, он должен вернуться назад к Богу. То есть, если произошло отпадение первых людей, и мы по природе получили вот это естество Адамова, искаженное, исковерканное грехом, зараженное смертью, то нам нужно срочно выкарабкиваться из этого состояния. А для того, чтобы получить небесное гражданство, то есть, гражданство небесное, необходимо выйти вот из этого положения, которое мы есть. Но у нас не получается. Сам Бог пришел, принял на себе наше человеческое естество от Пресвятой Девы Марии. И по мере приближения ко Христу мы освобождаемся от уст смерти, и перед нами раскрывается вечная жизнь. И поэтому пост – это что? Это обязательный подвиг, это движение к Богу. Если мы не опостимся, то есть, опять повторяюсь, если это не зависит от физиологии человека, вот, то это духовное заболевание, это нежелание участвовать в жизни, в церкви, церковь не воспринимаете, как только вот архитектурное строение. Церковь – это тело Христово. И насколько человек приближается к церкви тела Христова, настолько он приближается и к главе церкви Божией, а главой является сам Христос. Мы все по розни являемся членами тела Христова. И поэтому апостол Павел так говорит, ну вот, не могу я отдать тело, которое Богу принадлежит, Бог мне дал, и бросить его, и пожертвовать на какие-то греховные дела. Поэтому нужно вернуть то, что Бог нам доверил, для чего цель? Для того, чтобы вечность нашего бытия раскрылась во всей полноте уже здесь. Вот, интересные слова Николая Васильевича Гоголя. Не может быть человек достойным гражданином земли, не будучи гражданином неба. Вот это небесное гражданство должно быть в нас, и оно нас должно объединять всех. Почему пост называется Великим, и что означает каждая его неделя? Великий пост, потому что в подражание поста, который возложил на себе Христос после крещения 40 дней не вкушал и не пил. Ну, мы, конечно, вкушаем, пьем, но только ограничено по качеству пищи, я имею ввиду животного происхождения, и птицу, и рыбу не вкушаем, а вкушаем растительную пищу, и производная от растительной пищи, это у нас масло и растительная пища. Но есть в течение поста такие дни, когда разрешаются вкушения рыбы, это вербное воскресенье и благовещение, тогда благословляется вкушение рыбы. Но если человек не мощной, то он может рыбу вкушать, конечно, в течение поста, если не мощной. Вот, ну, каждые 6, 7, 6 недель великого поста, 40 дней, и 7 неделя, это страстная седмица, она как бы входит, объединяется с Великим Постом, получается не 40 дней, а 49 дней. Присоединяется страстная седмица Великого Поста, когда воспоминается преддверие страстей Господних и само предательство Христа Спасителя, и все те великие дни, которые предшествовали предательству и распятие, и суду, и издевательство над Христом, и смерти Его, и завершается в день воскресения Христа на Пасху. Но, видите, мы празднуем Пасху, почему? В воскресенье Христово. В воскресенье для Него вообще было естественно. Это не что-то против, для нас неестественно воскресенье, потому что у нас есть грех, который внутренне создает такой причинно-следственной связи. А причинный грех о следствии смерти. Во Христе не было греха, значит, не было и следствия смерти. То есть, воскресенье это естественно для Него. Поэтому и весь смысл Великого Поста, он как бы поставляется, вот, целеполагается к воскресенью, к Пасхе Христовой. То есть, в надежде на то, что все эти наши труды, и подвиги, и бдения, и моления, и пощения, все они, в конце концов, сконцентрируются в воскресении Христов. Вот смысл и цель нашего бытия. Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, то напрасно вера ваша, напрасно и проповедь наша. Вот. И вот интересно, у Алексея Константиновича Полстого в поэме Антамаскин есть такой замечательный, ну, отрывок, если позволите, я процитирую, «Вы, чье лучшее стремление даром гибнет под ермом, верьте, люди, в избавление, к Божью свету мы глядем, вы, цепями обрученные, вы, окову удрученные, вы, Христу сопогребенные, совоскресните с Христом». Вот. Сопогребстись Христу, то есть вместе с Ним, и поститься, и взойти вместе с Ним в Иерусалим имеется внутренне духовно, и взойти на Голгофу и воскреснуть вместе с Ним. Вот это смысл переживания всех праздников, и они накладывают внутренний отпечаток, предчувствие преддверия вот этого всеобщего воскресения и участия каждого христианина в Царстве Отца Небесного. Расскажите, пожалуйста, зачем людям нужно исповедоваться, и как правильно исповедоваться и причащаться? Исповедь или покаяние? Покаяние – это метаноя в переводе с греческого изменение образа мыслей, образа чувствования, изменение всей своей природы духовной. Метаноя – покаяние. А исповедь – это раскрытие человеческой души перед Богом с надеждой, что Господь укрепит и поможет бороться человеку со всеми грехами и пороками, которые человек уже как бы себе усвоил и от которых он уже зависит. Вот. И как только человек на все сто процентов уже не доверяет себе в этой борьбе, а полностью полагается на Бога и все свои внутренние силы прилагает к тому, чтобы бороться со грехом, он увидит, что некая сила начинает в нем действовать и отводит его от греха. Тогда сам Бог начинает сотрудничать с человеком, но при условии, если человек не оставляет себе процента для греха. Ну, допустим, как это происходит? Ну, настолько иногда человек погружается в грех, а потом, когда приходит в себе понимать, что он натворил, его самого себя тошнит от всех своих грехов, он сам себе противен. И тогда он говорит, Господи, помоги мне, в какое состояние я впал, на какое дно адово я опустился, ты сам приди и измени меня. В эту же секунду Бог начинает в нем действовать. Человек меняется тут же, потому что он не препятствует Богу, соработничать с человеком. Покаяние – это начало изменений человеческой личности. Когда человек констатирует свои грехи, допустим, я вот тем-то, 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 я вот, но без внутреннего осуждения себя, без желания измениться, это не исповедь, это не покаяние, это просто констатация своих грехов, без желания от них избавиться. Так вот, исповедь – это намерение и решительное желание избавиться от грехов, изменить себя, и тогда Господь и прощает грехи, и сам начинает с человеком соработничать и сотрудничать в деле его исправления. Это исповедь покаяния. Но следующее таинство обычно всегда – это таинство причащения, когда человек под видом хлеба и вина во время божественной литургии причащается истинной плоти, истинной крови самого Христа Спасителя. Господь сказал, «Идущий мое тело и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем, и я воскрешу его в последний день». То есть, это залог бессмертия, вечной жизни и растворения с божественной природой тела и крови Христа Спасителя. Человек становится сотелесным и сокровным самому Богу, но предшествует покаяние. Тогда происходит метаноя, изменение человеческой личности. Как людям правильно исповедоваться? То есть, не все же знают, какую литературу нужно читать, сколько дней нужно готовиться к исповеди. Понятное дело, конечно, тут совесть, она всегда обличает. И раном совести моей твоих речей благоуханных отраден сердцу был елей, возглашал когда-то Пушкин митрополиту Филарету. То есть, раны совести, они всякий раз обличают человека. Но есть специальное такое некое пособие по исповеди, можно в любом храме прийти, посмотреть, почитать, или с собой взять, или познакомиться в церковной библиотеке, или в любом молитвословии. У нас есть молитвы такие, которые содержат грехи. Необходимо просто посмотреть внимательно и увидеть себя, как в зеркале, напротив этого перечня грехов. Но это опять, это не просто некая констатация, или отчет некий месячный, а это намерение исправиться и измениться. Вот это подлинное покаяние. То в течение Великого Поста у нас в Казанском соборе, ну и вообще по уставу, Божественной Литургии будет совершаться среда, пятница, суббота, воскресенье, а в прочие дни просто уставное богослужение будет. Ну вот в эти дни и будет исповедь, и будет причастие, на первой неделе поста в субботу. Обычно всегда люди после первой седмицы пощения приходят поисповедоваться, причаститься. в субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok